Кому-то, может быть, повезет, и вы попадете ко мне на бесплатную консультацию. Очень хочется, чтобы люди наконец-то получили правильную информацию. Я три года каждый день, каждый день без выходных и без отпуска делаю по 10-15 сториз. О, Альбина появилась, значит, что-то будет продавать. Круто. Если ты предприниматель, нужно все равно изучать маркетинг. Покажи мне хоть одного предпринимателя, который скажет, что ему хватит клиентов. Девочки что? Девочки любят глазками. Делайте рилс, это бесплатный метод продвижения. Сливы это вообще нормально. Для бизнеса, для рекламы, слив бюджета это ок. Я не работаю с клиентами, у которых нет готового продукта. И они к тебе приходят и говорят, только рилс сейчас работает. Ну, потому что он просто больше ничего не знает. У каждой соцсети есть свои алгоритмы, есть свои фишки. Все ищут волшебную таблетку и кнопочку бабло. А ее нету. Друзья, всем привет. Меня зовут Пронягин Алексей. Это канал Кто Красавчик. И сегодня мы узнаем с вами, как заработать миллион рублей и получить миллион подписчиков. И все это через социальные сети. Вы смотрите подкаст Кто Красавчик. Я его ведущий Сергей Милославский. И сегодня у нас в гостях эксперт по СММ Альбина Ахмадулина. Вау! Всем привет. Привет, Альбин, привет. Не только один миллион, поправлю. Миллионы рублей, миллионы подписчиков. Все это с помощью... Мы можем в числе. Да, с помощью социальных сетей. Слушай, расскажи, пожалуйста, как изменился... У меня было агентство по СММ в 2014 году. И, ну, на мой взгляд, что осталось в моей памяти, это постить картинки, мемы, какие-то делать контент-планы прикольные, на самом деле, которые работают. Как сейчас изменился вообще СММ-маркетинг? СММ очень сильно поменялся, потому что изменились инструменты, изменился подход, в общем, к соцсетям. Там люди поняли, что здесь очень много денег, что все хотят славы, оказывается. И реально любой может стать звездой с помощью соцсетей. И, конечно же, поэтому наш уровень вырос, наша значимость выросла. У нас больше инструментов, хотя некоторые инструменты отвалились, как мы все знаем. А кто-то, конечно, на этом посыпался. Очень много у меня знакомых, агентства, они закрылись, они не выдержали. Но... Когда Инстаграм, да, ушел? Да, когда ушел Инстаграм, когда у нас ушел таргет в Инстаграме, когда в ВК таргет начались какие-то там непонятные истории. Да, но вот то, что происходит сейчас, в 2023 году, я кайфую. Давай, расскажи тогда, что такое СММ. Итак, что такое СММ, ребята? Это social media marketing. Маркетинг, я вот на это хочу сделать ставку. Это ключевое. Это не просто картинки постить, это не просто писать посты. На самом деле, создание контента – это процентов 50 того, что делает нормальный СММщик. То есть мы продумываем стратегию общую, как вывести продукт на рынок, как продать этот продукт, как его классно упаковать, как сделать так, чтобы как можно больше людей увидели этот продукт. И также там еще есть много-много задач, бизнеса, которые можно решать с помощью соцсетей, как и в любом другом маркетинге. Слушай, а вот смотри, очень много специалистов, которые работают с какой-нибудь одной соцсетью, допустим… В контакте. Ну да, в контакте. И все, и больше ни с чем. Это тоже они СММщики? Или у них есть какое-то другое понятие? Да, как правило, мы все приходим, ну вот если брать нормальное развитие, мы либо приходим на какую-то одну соцсеть, либо приходим, наоборот, с широкой темой, с интернет-маркетинга. И потом идем на какую-то узкую одну соцсеть, ее изучаем. Почему так происходит? Потому что у каждой соцсети есть свои алгоритмы, есть свои фишки. Невозможно знать все. Именно поэтому у меня агентство, иначе я бы просто взорвалась уже, зная все фишки. У меня много специалистов, и каждый специализируется на своей какой-то узкой соцсети, узкой ниши. Давай разберемся, вернемся к началу нашего ролика. Как заработать все-таки миллион рублей и миллион подписчиков? Какие соцсети сейчас самые актуальные? Вот давай вот с этого начнем. Самые актуальные соцсети, кто бы что ни говорил, так и остается наш Инстаграм, запрещенная соцсеть, если что, экстремистская. Я обязана об этом сказать. Инстаграм, его ничто не побьет. Там огромное количество аудитории. Она очень лояльна, и главное, она приучена платить. Она приучена покупать. Дальше это, конечно же, ВКонтакте. И уже там по остаточному, вот сейчас Телеграм, хотя это не соцсеть, но там тоже есть механизм, который люди воспринимают как соцсеть ее. Значит, Инстаграм, ВКонтакте, Телеграм, ТикТок. Но на нашей территории, опять же, нет. У меня просто много загораничных клиентов, поэтому ТикТок. Вот, это основное. Но есть у меня клиенты, которые получают клиентов из одноклассников, кто бы мог подумать. Я получаю из одноклассников клиентов. Да, вот, видишь. То есть любая соцсеть может приносить вам деньги, если там есть ваша целевая аудитория. Все. Расскажи пошагово, что вот важно компаниям, либо на старте для того, чтобы начать развивать соцсети, либо компаниям, либо же, если это разные, механики, каким-то экспертам отдельным. Механики действительно разные. Вот, опять же, такой классный миф, когда я говорю, всем нужен СММ, они говорят, ой, что мне теперь сторис, там, свою личную жизнь показывать, в трусах танцевать. Я говорю, нет, ребят, есть разные стратегии. Есть стратегия магазина, блогера, эксперта и так далее, и так далее. Там много, может быть, всяких вариаций. И поэтому самое главное, что вы должны для себя понять, это вообще какая цель, к чему мы хотим прийти. Потому что у кого-то цель, вот у меня есть клиенты, которые хотят зарабатывать 100 тысяч рублей из соцсетей, а есть клиенты, которые идут там к 100 миллионам из соцсетей. Это разные стратегии, совершенно разные будут рекламные инструменты. А что за компания, ну, ниша компания? Бьюти. Бьюти. Вот 100 миллионов, они на 100 миллионов идут через соцсети, через бьютики. Да, бьюти. Это одежда, да, бьюти? Нет, бьюти. Это красота, красота, у нас там техника. Плюс у них, ну, там такое... На ресницах 100 миллионов. Не, ну, это, видимо, сетка большая. У меня, да, у меня клиентов очень много именно из бьюти-ниши. Это косметология, салоны, сети, медицинские товары, вот это вот продажа оборудования. Там большие деньги крутятся, и всё это через соцсети. Говорил тебе, надо ресницами заниматься, а ты блогер, блогер. Да. Так вот, что же нужно делать? Для начала нужно понять, какая ваша цель конечная, и разработать стратегию под вашу цель. Дальше мы смотрим, а где же наша целевая аудитория? Может быть, нам нужен ВКонтакте, а может, нам нужен Инстаграм, или вообще нафиг эти соцсети, мы пойдём в другие интернет-ресурсы. Такое тоже бывает. Не всем нужны соцсети. Ну и дальше вы просто идёте по стратегии. То есть это условно выкладка контента плюс нагон какого-то трафика, правильно? Да, это две основные задачи. Мы выкладываем контент, который нужен для прогрева, нужен для того, чтобы закрыть возражения аудитории, познакомиться с нами, с нашим продуктом. И второе, конечно же, нам нужен трафик. И причём очень часто можно делать очень мало контента, но много трафика, или наоборот, очень много контента, и за счёт органики мы можем меньше платного трафика. А органику влюбаются? Органика есть во всех соцсетях, но просто она бывает разная. В том же ВКонтакте, например, получить органику, это нужно расшибиться в лепёшку. А в Инстаграме органика очень шикарная, очень крутая. Поэтому там мы обычно мало денег вкладываем в платную рекламу, но зато много денег вкладываем в контент. А что думаешь про новую соцсеть? Трэдс? Трэдс – это прикольно. Сейчас нужно как раз ловить волну, там зацепиться и можно уже заработать, найти клиентов. Там быстро идёт прирост подписчиков. Но что будет происходить дальше, пока никто не знает. Возможно, она так же сдуется, как и Clubhouse, как и Twitter у нас в России, на самом деле, тоже не очень прижился, как-то так не получилось. Но посмотрим, потому что это Цукерберг, это Facebook, возможно, они что-то придумают. Альбина, расскажи, как правильно под определённый вид бизнеса подобрать стратегию? Ну вот соцсеть, к примеру. Какая подойдёт? Ну, на примере вот подкастов. Самое первое, нужно понять, кто ваша цель в аудитории, где она вообще проводит время, где вы можете с ней взаимодействовать. Ну, предприниматели, пускай, будут. Предприниматели. Мужчины или женщины? Мужчины. В основном мужчины смотрят. В основном мужчины. Они, скорее всего, это ваша площадка – это YouTube, да, это Telegram. Инстаграм по остаточному принципу, потому что, ну, нужно опять же смотреть. Я бы прям созвонила с вашими клиентами, узнала, слушай, ты в какой соцсети зависаешь? С нашими подписчиками. Да, провести кастдевы и узнать, а где они, и где мы можем с ними, и где им удобно потреблять контент. И берём несколько площадок сразу, потому что реально кому-то удобно читать тексты в ВКонтакте, кому-то удобно смотреть сторис в Инстаграме. У меня такая большая боль, когда всё это случилось с этим Инстаграмом. Я так жилась хорошо. Была одна площадка с Инстаграм. Сейчас у меня ВКонтакте, Инстаграм, Телеграм, в WhatsApp что-то приходит, YouTube. У меня куча расфокуса, и непонятно, куда вообще фокус делать. Как вот определять экспертом? То есть какие стратегии ты считаешь правильными? Делать расфокус на все соцсети и смотреть, где выстрелит, либо же заниматься какой-то одной соцсетью более консервированной? Это зависит от самого человека, от его возможностей, потому что если ты один, тебе реально лучше взять одну соцсеть и на ней сфокусироваться. Какую-то самую стабильную или две. Вот я предлагаю две брать. Тоже самое Телеграм, например, плюс Инстаграм, потому что Инстаграм, ну опять же, фиг его знает, что будет через год. В этом подстраховаться и параллельно ввести вторую площадку. Но если ты нормальный эксперт, у тебя нормальный бизнес, то, конечно, мы берём сразу несколько площадок, ты берёшь просто команду и раскидываешь, потому что аудитория везде разная. Ну вот, я на самом деле была немножко даже рада, когда произошла эта история с Инстаграмом, потому что наконец-то до бизнесов и до экспертов дошло, что мультиканальность во всём мире, она давно работает. Мультиканальность, где мы людей переливаем из одной нашей площадки в другую и взаимодействуем везде. Это, ну то есть все крутые бренды, они давно это прочухали, поэтому мы подписываем на них везде. Я работал с киндер-сюрпризом в своё время, тоже у меня с моим контракт был, Люра Мерлен и киндер-сюрпризом, такие одни из больших федеральных компаний, и мы в киндер-сюрпризе говорим, сделайте в киндере, ну на каждой упаковочке, соцсеть ВКонтакте, чтобы они переходили, как бы клиенты. А они вообще, ну то есть эту стратегию принимали так долго, потому что они говорят, а вы-то зачем нам нужны? Ну типа мы будем рекламировать наш продукт, на нашу, типа группу ВКонтакте, типа на наших продуктах, типа вы зачем нам нужны? Я говорю, так ну, а мы будем как раз-таки контентом, ну то есть им прям сложно было это воспринимать. Да, да, это иногда бывает сложно. Расскажи про свое агентство, сколько у тебя людей, на каких соцсетях вы больше фокусеете, я это услышал, конечно, тоже. Короче, который что сейчас качает? Моему агентству три года, в январе исполнилось, я такая тоже мамочка в декрете, которая вот, я на самом деле занимаюсь соцсетями, маркетингом уже больше семи лет, но я делала это для своего первого бизнеса, и потом так получилось, что вот перешла, перешла, просто меня жизнь заставила, потому что все вокруг начали ко мне бегать, типа Альбин, помоги, Альбин, сделай, как у тебя. И я начала изучать эту тему, и вот в 2020-м решила, что, блин, ну а что, сколько можно фрилансить, дай-ка я вот соберу команду и сделаю это все по красоте. И вот нам три года, нас немного, у меня сейчас 10 основных менеджеров, и мы постоянно прирастаем, и к этим 10 менеджерам у нас еще много там дизайнеры, копирайтеры, отдельные какие-то сценаристы. Если честно, даже сейчас точно не скажу, сколько там у нас еще у нас. Ну, подрядчиков дальше. Да, потому что структура такая большая. А сколько клиентов вы ведете? Клиентов сейчас у нас больше 20, сейчас потому что постоянно кто-то уходит на паузу, у нас такое, да, что вот сейчас летний сезон, у некоторых, например, закрылся. Постоянно кто-то новенький приходит, кто-то просто там на месяц, на два просто упаковаться, то есть в среднем 20-30 в месяц. А кто ваши клиенты? С кем вы работаете? Большинство моих клиентов сейчас-то бизнесы. То есть бизнесы, вот большая часть локальные бизнесы, такие как фитнес-клубы, салоны красоты, школы, оффлайн-школы различные. То есть это какая-то узкая локация. Мы вот прямо на этом очень круто за три года научились работать с узкими локациями, даже с маленькими городами, делаем там суперрезультаты. И также сейчас, так как пошел тренд, наконец-то все поняли, что да, всем нужны соцсети. Сейчас еще вторая такая волна, это у нас, это эксперты. Те, кто продают свои курсы. Ну, курсы уже сейчас меньше продают. В основном, это сейчас мода наставничество продавать. А какие вопросы вы можете закрывать предпринимателю, эксперту, ну там, я не знаю, каким-то организациям? Вопросы от, вообще, с самого начала, как вывести продукт, какую стратегию выбрать, какие соцсети выбрать, какие нужны будут бюджеты, как разделить. Давай вот тезисно, да, вот, к примеру, мы к вам обращаемся. Да, у меня есть просто консультация. То есть можно ко мне прийти, я за два часа вам раскидаю, вы пойдете делать сами. Сколько? Бесплатная? Ну, сейчас, конечно. Ну, естественно. Нет, ну, для ваших подписчиков я сделаю. У меня есть 10 консультаций в месяц. Я делаю их бесплатно в качестве для того, чтобы форумы поддерживать. И потом я в записи это своим менеджерам передаю, потому что, чтобы они тоже образовывались. Все, это мы в концерт сыграем, ребята. Да, это мы потом, да, для ваших подписчиков, может, кто-то попадет. Вообще, в основном, консультации у меня только платные. Есть консультации у меня и моих менеджеров. Дальше есть стратегическая сессия. Она состоит из нескольких созвонов. Как раз-таки, когда мы разрабатываем стратегию, там все. От того, какой контент публиковать, куда публиковать, какую рекламу, где закупать, какие примерно у вас должны быть показатели, как следить за подрядчиками, да, чтобы у вас все работало. И люди могут эту стратегию брать и идти внедрять без моего участия дальше. Также у меня есть наставничество для начинающих предпринимателей, потому что много таких, кто не могут себе позвать в команду. Они приходят за месяц-два, мы полностью, я им помогаю. Я и мои менеджеры. Прямо упаковать в соцсети. Подключить уже рекламу и заработать первые деньги. Кайф, кайф. Да, есть у меня наставничество для моих коллег. Там тоже консультации, но в основном берут у меня коллеги наставничество. Часто ко мне приходят проблемы. У меня такой проблемный клиент, я не знаю, как ему дать результат. И вот мы месяц-два работаем над тем, чтобы его клиенты получали результат. Соответственно, мой коллега тоже растет. А что такое проблемный клиент? Проблемные клиенты бывают разные. Но в основном это я не знаю, как дать результат клиенту. Естественно, клиент недоволен, начинает бузить. Вот. Ну, чаще всего такая ситуация бывает. Потому что у кого-то опыта маловато, кто-то просто уже замылен глаз, он не может новые идеи придумать. И вот в таких ситуациях ко мне приходят коллеги, мы вместе садимся, мозгоштурмим, и вот в течение месяца-двух я их потом еще поддерживаю, мы, можно сказать, вместе даем результат клиенту. Классно. А расскажи, давай вернемся немножко к своим клиентам. Вот ты сказала, фитнес-клубы, бьюти, такие локальные истории, эксперты в том числе. Расскажи, давай один кейс возьмем из локального, например, один кейс из экспертного, и посмотрим, я хочу посмотреть на тенденцию следующую. Один классный – классный, и один не классный – не классный. Да. Классно. Мой любимый клиент в Москве, это студия «Электроэпиляция», они приходили ко мне три года назад. На тот момент у них было три мастера и около ста клиентов в месяц. На данный момент у них больше тысячи клиентов в месяц. Количество мастеров, они сами сбились, по-моему, там уже 15 или 17 мастеров. То есть за три года чисто с помощью соцсетей, и вы сейчас офигеете вообще без вложения в рекламу. Чисто на органике. Ай. Вот такой вот рост. Органика – это бесплатные, да? Это бесплатным методом и с помощью контента, с помощью сарафанного маркетинга, с помощью партнерского маркетинга. Мы вот это все им отстраивали систему, и сейчас вот очень круто все работает. Это вот классный кейс. Партнерский маркетинг – это когда ты приходишь к конкурентам условно? Да, к коллегам. У кого у вас общая аудитория? Мы обменились аудиторией в соцсетях. И вы тоже этим занимаетесь? Да, мы подбираем партнеров, мы с ними договариваемся. У нас был специалист по партнерскому маркетингу и говорит... Это потрясающе. Я не знаю, почему люди этого не делают, потому что это условно бесплатно. Ты просто потратил время, нашел, договорился, и потом получаешь клиентов, можно сказать, пожизненно и бесплатно. А они вот выросли до 17 мастеров на одной локации? Да, они бы выросли еще быстрее, но они просто постоянно ждут, когда кто-нибудь в их здание сводит еще площадь, чтобы выкупить эту площадь. То есть у них вот именно ограничение по площади. Они в одном месте не хотят переезжать? Нет, да, вторую локацию не хотят пока. Слушай, у меня, короче, знакомый, он занимается автозапчастями, и он таким образом скупил всю улицу, представляешь? Да, в Краснодаре. Нет, это не я. Ну, слушай, сидел бы я с тобой. Ты тоже занимаешься. Ну вот. Представляешь, и там были прямо дома очень хорошие, такие дорогие, и он их сносил под склады, представляешь? Обалдеть. Вот это да, вот это да. Здорово. Ну вот это классный кейс, и что я хочу там отметить, вот руководитель этой студии, ну вот это ее большая заслуга, потому что все наши идеи, она такая, да, давайте, да, давайте. Она на все согласна, она все тестирует, она постоянно тоже обучается, и за счет этого, я считаю, мы растем вместе. Вот, ко всему открыто. Так, теперь давай вот из этой же категории. Из бьюти плохой кейс. Плохой кейс, да. Плохих кейсов у нас огромное количество, чаще всего они происходят именно из-за того, что приходит руководитель, или там частные мастера очень часто, они очень боятся всего на свете, они не хотят ничего тестировать. Это вопрос мышления, да? Это чисто вопрос мышления, реально. Сейчас получается, когда мы слышим мышление, что у нас? Реклама. Реклама. Мышление – это фундамент любого результата и любого действия, которое мы делаем. На подкастах мы много, и наши герои, и мы говорим про мышление. Даже те, кто просто создают свои бизнесы, понимают, что бизнес-инструменты являются одной из частей, да, но мышление – это основа. Наши убеждения, наши какие-то установки, которые у нас есть, они мешают нам продвигаться дальше. Я занимаюсь мышлением достаточно долго, да, уже больше двух лет я занимаюсь мышлением, у меня есть свой марафон, и для вас, для участников подкаста, для тех, кто нас слушает, я бы подготовил три техники для перепрограммирования своего подсознания. Это легкие, качественные техники, которые вы сможете применить 1, 2, 3 и начать уже работать со своим подсознанием. Это четкая инструкция, что и как делать. Чтобы получить эти техники, ваша задача перейти по ссылочке в описании, там написано три техники от Алексея, для перепрограммирования подсознания. Я рекомендую ими воспользоваться как исследователи, просто без какого-либо, значит, ожидания, без убеждений, просто попробуйте хотя бы там в формате месяца эти техники поделать. Эти техники у вас будут занимать всего лишь там 5-10 минут ежедневно. Ссылочка в описании, все, а мы продолжаем и возвращаемся в нашу студию. Так, вопрос мышления. Вопрос мышления реально очень сильно играет роль, потому что им даже вот просто в цифрах показываешь, что смотрите, вот у точно такого же к вашего вот коллеги из другого города, смотрите какой рост, мы просто один вот этот инструмент давайте внедрим. Ну нет, ну у меня не получится. Ну то есть реально просто мышление. Ну то есть они приходят на услугу к вам? Да. И вы говорите, давайте мы это сделаем? Да, да. Они говорят, не надо. Некоторые даже платят. А зачем приходили? Вот, они даже платят. Я говорю, дайте мне отработать деньги в конце концов, потому что моя-то задача, чтобы клиент со мной долго работал. Я не зарабатываю первые 3 месяца вообще. Вот. А они приходят, ну я пришел попробовать, естественно, не получают результат, потому что просто не дают работать. Таких очень много. Слушай, Альбина, а знаешь, какой, наверное, ты берешь деньги и говоришь, типа, вам делать ничего не нужно. Они, о, отлично, супер, отличная стратегия. И представь, человек и довольный. А то ты им даешь возможность разбогатеть, увеличить свою прибыль, а им это не нравится, они боятся. Да. И у них стресс из-за этого. Да, некоторых есть, это реально просто работа с мышлением будет. Так, а получается, чтобы человек, ну, чтобы начать работать с какой-то командой, да, в плане маркетинга, важно быть открытым. Да. Я думаю, это ключевая такая мысль. Да, и вообще понять, за что ты деньги-то плачешь, потому что реально, я иногда не понимаю, я говорю, вы же мне деньги заплатили, чтобы я вам делал маркетинг. Так почему вы мне не даете работать? Вот, ну, есть такое. Слушай, у меня вопрос. Очень много специалистов, которые работают там, я не знаю, ну, назовем их как админы, да, которые не с точки зрения маркетинга, у них нет много инструментов, но они тоже себя называют СММщиками. Как, допустим, тебя отличить от такого администратора? Да, очень крутой вопрос. Жалко, нам чаевые не дают. Нам как-то давали чаевые, короче. Представляешь, пришел человек, здесь разложил пачки денег, если хороший вопрос, он нам напиток, короче. Я не знала. Слюха, ты попрошайничаешь в подкасте? Что происходит? А почему бы и нет? Классная идея монетизации. Чужие слабости надо уважать, между прочим. Согласен. Итак, так как СММ – это достаточно молодая очень такая отрасль, некоторые специалисты даже до сих пор путают понятия, смыслы вот эти, которые в профессии заложены. И есть на самом деле администраторы. Это просто тупо руки. Вот они могут написать тебе какой-то контент и выложить, но они не понимают, для чего они делают, и как это все работает, какие это алгоритмы. То есть они не знают, какие результаты они могут дать. Это администраторы. А есть СММ-специалисты, те, кто понимают маркетинг, те, кто понимают соцсети, и каждое свое действие они могут объяснить. То есть самое главное, когда вы выбираете себе СММ-специалиста, он должен вам объяснить, а как он вас будет доводить до вашего результата. Не просто я выложу вам 10 постов за месяц. Ну, что мне эти 10 постов? А какой я за этим получу результат? СММщик всегда у вас спросит, чему мы хотим прийти. То есть это концепция, да? Да, мы разрабатываем стратегию именно по цель клиента, потому что цели, опять же, у бизнеса разные. Вот, СММ-это не только про заявки, СММ-это не только про подписчиков. Есть разные цели у бизнеса. С помощью СММ вы можете получать подписчиков, то есть аудиторию. С помощью СММ вы можете получать заявки и продажи. С помощью СММ вы можете получать лояльную аудиторию, лояльных клиентов, которые будут вас рекламировать и возвращаться постоянно. С помощью СММ вы получаете узнаваемость, медийность. То есть, почему все бренды используют соцсети? Абсолютно все крутые бренды. Они не деньги в соцсети зарабатывают, они делают так, чтобы просто они из всех щелей лезли, грубо говоря. Поэтому, когда мы приходим в магазин, мы видим какую-то там непонятную газировку и Кока-Колу, мы выберем Кока-Колу. Ну да, они очень много тратят. То есть, это именно медийность, узнаваемость, лояльность. Они залезают в голову клиентам. И то же самое каждый бизнес должен, по идее, делать. С помощью СММ это делается. Расскажи, вот давай... Там просто еще один вопрос. Смотри, ну допустим, когда на рынке очень много сравниваешь, приходишь к тебе, другому специалисту, и к такому админу пришел и говоришь, слушай, а мне предложили вот там стратегии нужно, я не знаю, куча инструментов. Он говорит, да, тебя там разводят, короче, дополнительные тебе услуги, чтобы с тебя больше денег. Ну и вроде бы логично, он говорит все. Как вот в этих ситуациях? Вот, да, такое... Два вот таких момента. Как можно еще хорошего СММщика найти? Во-первых, хороший СММщик, он никогда не будет... Плохое слово, сейчас нам в голову пришло. Не будет говорить плохо о своих коллегах. Говори. Не будет плохо говорить о своих коллегах, потому что у нас все равно есть какая-то внутренняя этика. Потому что хороших маркетологов, хороших специалистов на рынке не так много. Мы все друг друга знаем. Мы все знаем продюсеров классных, всех знаем хороших маркетологов. Поэтому мы друг про друга плохо не говорим. Потому что маркетинг – это творчество. И реально здесь столько классных инструментов, столько классных решений. Ну, нет плохих решений, нет плохих на самом деле. Вот инструмент. Все работает. И второе, то, что вот часто делают администраторы просто тупо руки. Вот они нашли какой-то инструмент. Например, сейчас на хайпе рилс. И они к тебе приходят и говорят, только рилс сейчас работает. Ну, потому что он просто больше ничего не знает. Поэтому он рилсы продает тебе. А маркетолог, СММщик, да, у него такой просто багаж инструментов, опыта и знаний, что он тебе говорит, слушай, можно так, 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 еще 150 вариантов. И под тебя то, что тебе комфортно будет подбирать, то, что бизнесу комфортнее, выгоднее будет подбирать. Там миллион вариантов. Поэтому когда ко мне клиент приходит, я ему готовлю стратегию, всегда там 2-3 варианта на выбор. И если он говорит мне, слушай, мне что-то вот некомфортно там сторин сделать, или я не готов рилс, я говорю, ну, зашибись, давай другой возьмем. Вот. То есть, это очень большой опыт, очень много инструментов. Круто. Давай, офигительно, спасибо большое. Давай вернемся к кейсам. Мы разбирали кейсы бьютиков, теперь у нас на столе лежат кейсы экспертов. Классный и не классный. Классный. Классный эксперт. Мы открывали школу. Вот как раз-таки вот эта же студия электропиляция, мы для нее же открыли оффлайн-школу. И там эксперт, вот, кстати, я постоянно привожу ее в пример, она за 3 года существования школы, 2 года школе. Да, студия 3 года мы работаем, со школы 2 года. Мы открывали ей школу под ключ, там было 0 подписчиков, вообще никаких учеников, никакого опыта преподавания. И она за эти 2 года ни разу не сняла сториз. Ни разу. Она не сняла рилс, вот так вот, чтобы сесть и что-то говорить головой. Это сейчас хороший кейс? Это хороший кейс в плане того, что можно показать, что соцсети это не только про то, что в сториз танцевать в трусах. То есть есть разные стратегии. И эта школа зарабатывает очень много. Она сейчас одна из самых больших школ. Тоже считается, приезжают к ней со всей страны учиться. Как называется школа? Тоже так же по волоску, как и студия эпиляции. Вот. Это хороший кейс. Это ваша? Это прям с нуля. Нет, это московская. Прямо с нуля раскрутка школы, там, оффлайн. Хотя такая тема тяжелая. Электропиляция. Там они обучают мастеров электропиляции. Потому что и услуга тяжелая продается, на самом деле. Она еще не такая супер популярная. А мы школу запустили. А где вы школу больше продвигали? Какая социальная сеть более продвинутая? У нас выстроил именно Инстаграм. Инстаграм. Да. Мы пытались зайти во Вконтакте, но мы там просто есть. Мы оттуда постоянно получаем заявки. Но именно там таргет у нас очень плохо себя пока показал. Но мы опять сейчас будем тестировать. То есть это постоянно тест, тест, тест. Вот. У нас сейчас работает Инстаграм, и Телеграм еще в последнее время подключили. Так. И какой-то плохой кейс тоже. Плохой кейс из экспертов. Буквально недавно у нас был. Я бы не сказала, что это плохой кейс. Сам эксперт пришел к нам без продукта. Вот опять же, я всегда говорю, я не работаю с клиентами, у которых нет готового продукта. В этот раз мы взяли, потому что по знакомству эксперт из нашего любимого сообщества. По-братски, да? Да. Там был просто тест. Он сказал, мне нужно протестировать вообще. Будет ли я заходить наставничество продукта? Нет еще. В итоге мы получили ей за месяц 30 заявок. Буквально там вложили 5000 рублей в рекламу. Это был просто для нас, вау, целевые, крутые заявки. Но не было ни одной продажи, потому что нет продукта. Но в итоге она хочет с нами дальше продолжать работать. Но я ей пока сказала, давай сделаем перерыв. Слушай, ну, по факту вы же свою работу очень хорошо сделали. Да. Вау-эффект, да? Да, да. Ты сама сейчас... Да, да. Мне очень откликается то, что ты говоришь про плохие продукты, про то, что есть. Но для меня это плохой кейс, потому что и для меня в первую очередь важны не деньги, а для меня важны вот люди, да? И вот когда случаются такие кейсы, когда мы вложились, мы с командой отработали, у меня команда сильно выгорает. То есть у меня фокус именно на своем бизнесе, на своей команде. Нас не так много, я всех сама выращивала, с нуля обучала. И, конечно, я их очень ценю. И когда происходит такое, что мы отработали на такой результат, а в итоге денег у клиента нет, и кажется, что у нас месяц жизни просто в никуда. Для нас это тяжело. Это что, альтруизм? Это не альтруизм, мы просто очень любим свою работу, да. Но опять же, клиент все равно такой, блин, ну вот, вроде она вас потратила, ничего не заработала. Ну, такой все равно вайп есть, да, конечно. Но в итоге мы будем с ней продолжать работать, но сейчас уже с упакованным продуктом будет классно. Как, если человеку откликается то, что ты рассказываешь, ну, как взять команду и так далее, как с тобой покоммуницировать? Как там заявку, диагностику пройти или что? Вот как понять, какой продукт ему подходит? Да, самое простое, это оставить просто нам заявку в любой, можно мне в соцсети написать, либо в нашей соцсети, у нас агентский соцсеть, оставляется заявку, с вами связывается менеджер, сначала в переписке понимает, чего вы хотите, и дальше перенаправляет либо на менеджер, либо на меня чаще всего попадает уже клиент. Я созваниваюсь на полчаса, это практически бесплатная консультация, когда мы понимаем, мы можем помочь или нет, и дальше уже взаимодействуем. Супер, ребята, оставляю ссылочки в описании, переходите, оставляйте заявки, если вам важно найти точки роста для маркетинга, крутая, очень крутой эксперт. Если честно, вот ты рассказываешь, мне капец, как нужны такие специалисты, я честно скажу, сейчас после эфира мы с тобой поболтаем, очень-очень важны. Часто бывают сливы бюджета, да? Да. То есть не подрасчитали, слили, как вот с такими делами обстоят? Здесь сливы – это вообще нормально, для бизнеса, для рекламы слив бюджета – это ок. Главное сделать выводы из всего этого, а не просто продолжать сливать дальше. Почему происходит слив? Это вот для предпринимателей, наверное, очень важно будет. Несколько причин. Первое, возможно, у вас продукт плохой, просто не нужен рынку. К сожалению, такое иногда случается. Но это, опять же, маркетолог должен был заранее вам в этом сказать, что, наверное, не стоит это делать. Дальше, может быть, был плохой оффер. Ну, просто не узнали свою целевую аудиторию, плохо разрекламировали, оффер не зашел. Дальше, возможно, была выбрана неправильная площадка для рекламы. Иногда бывает такое, что покупают у блогера, который ну вообще к твоему продукту никак не привязан. Ну, как-то у меня были такие случаи у коллег просто. Дальше, возможно, площадка не была готова. Вот с рекламы, куда люди переходили, бывает, что площадка не готова. Например, сайт, либо тот же самый соцсет, страничка должна быть упакована, должно быть понятно, что человеку там дальше делать. То есть, какое целевое действие он должен делать дальше. И дальше, возможно, просто были слиты продажи. Уже на моменте, когда человек составил заявку, уже слиты продажи. Вот пять основных причин. Часто вообще, вот я честно скажу, что я за счет того, что я маркетолог, ни разу в жизни не сливал бюджеты. Ну, то есть, все равно, я так скажу, что внутри моих компаний клиентов всегда сливал. Ребята, клиенты, да. Но внутри своих компаний, потому что они что, догреваются? То есть, я сегодня купил там какую-то часть аудитории, она догреется. Через год, через два, я все равно вижу это. А недавно у нас был тут один тоже эксперт, про который мы говорили с тобой там за кадром. И он говорит, очень часто все сливают бюджеты. Насколько часто сливают бюджеты реально? Вот прям в ноль. Прям в ноль? Я не знаю такого. Это реально какая-то должна быть очень непонятная стратегия. Но опять же, наверное, это просто с моей колокольни, так как я работаю с соцсетями. У меня все воронки, они все равно через соцсети. То есть, человек даже заявку не оставил, он все равно у нас где-то осел, мы все равно его догреем, и все равно мы его дожмем. Но есть воронки, которые соцсети не задействуют. Там реально тогда, если вы напрямую оставь заявку, купи, и человек как бы прошел мимо рекламы. Вот тут слив, да, очень часто происходит. То есть, куда-то надо сохранять условно людей? Конечно. Всегда нужно, чтобы человек куда-то у нас упал, потому что реклама в лоб сейчас практически не работает. Расскажи про бесплатные методы продвижения. Какие вообще сейчас есть на рынке? Все хотят бесплатные методы продвижения. Все хотят. Немножечко. Давай. Я сейчас разобью всем розовые очки. Ребята, нет бесплатных методов продвижения. Есть условно бесплатные методы. Потому что даже если это бесплатно, вы все равно тратите либо свое время, а извините, чаще всего у предпринимателей время стоит намного дороже рекламного охвата, либо вы тратите во что-то другое. Например, все сейчас говорят, делайте рилс, это бесплатный метод продвижения. Но только все забывают сказать, а сколько стоит один ролик рилс снять. Реально, если качественный ролик, он все равно стоит денег каких-то. Любая единица контента стоит денег. Поэтому все это условно бесплатно. Но есть... Ну что, давайте по условным бесплатным тогда. По условным бесплатным, да, пройдемся. Это использовать органический рост. Это алгоритмы соцсетей. Если это Инстаграм, это у нас органика через рилс. Инстаграм, это органика через посты. Посты тоже могут залетать. Хэштеги, геометки. Особенно если вот это локальный бизнес. Прям некоторые недооценивают. По хэштегам, по геометкам у меня у некоторых клиентов по тысяче переходов целевых на аккаунт. Просто по хэштегам. Это бесплатно. Один раз подобрали, ну там не один раз. Вру. Это опять же постоянно работа менеджера. Подбор, тестирование. Вот это все. Следить, чтобы это работало. Что еще? Партнерский маркетинг. Это тоже условно бесплатно. Нашли партнера и просто делайте разные коллаборации. Он вас пиарит. Вы его пиарите. Обменивайтесь аудиторией или даже клиентами. Давай про партнерский. Вот какой пример? Расскажи из жизни. Партнерский пример. Например, косметолог. Вот недавно у нас был косметолог. Классный косметолог. В городе не помню в каком. У меня их просто очень много сейчас стало. Не важно. Да. Классный косметолог. Мы нашли новую студию лазерной эпиляции в этом же городе недалеко. Сделали, обменялись подарочными сертификатами. Вот теперь, когда в лазерную эпиляцию кто-то приходит, какой-то клиент, там говорят клиенту, вот купи у нас 10 сеансов, и мы тебе в подарок дадим подарочный сертификат на 5000 рублей классному косметологу. Естественно, здесь лазерная эпиляция для нее выгодна. Они 10 сеансов продали сразу, получили выгоду. И к нам пришел клиент. А у нашего клиента тоже сертификат на лазерную эпиляцию. Она говорит, вот вы у меня сейчас купите 10 сеансов пилингов или массажа или что-то, да, я вам дам подарочный сертификат на 5000 рублей лазерную эпиляцию. Все, живой обмен, даже без соцсетей. Но соцсети здесь все равно как прокладка тоже есть. Это очень важно, потому что даже, ну, здесь уже такие нюансики пошли, тонкости. Потому что девочки что? Девочки любят глазками. Поэтому, когда она даже получила сертификат, даже если это 5000 рублей, она все равно посмотрит, а я туда пойду или нет. Поэтому она по QR-коду проходит на сертификате, смотрит соцсети и принимает решение, да, пойду, не пойду. Альбина, а вот по поводу партнерской этой темы. Смотри, если, допустим, ну, мы запустили партнерку, все, люди заинтересовались, начали приходить, приходить, их стало больше, и ты потом понимаешь, слушай, ну, уже достаточно отменяешь эту партнерку. Это правильная стратегия или лучше ее вообще никогда не отменять и использовать ее? Покажи мне хоть одного предпринимателя, который скажет, что ему хватит клиентов, что больше не надо. Ну, по ресурсам, ну, допустим, я не знаю, не хватает специалистов, не хватает каких-то машиностей. Ну, вообще нормально, конечно, если с партнером с нормальных отношений, почему нет, остановить на время какое-то, это же все, это чисто вот словами через рот договорились. Горшочек не вари, вот это ты говорила, горшочек не вари. Да, да. У меня есть такие клиенты, которые иногда говорят, горшочек не вари. Да, есть маленькие такие предприниматели. Ну, ты же приводила пример, что ты даешь какие-то стратегии, а для предпринимателя это сложно, потому что ему нужно, я не знаю, брать новую площадь, да, нанимать специалистов, делать ремонт, ну, что-то, какие-то лишние действия, а он и так, в принципе, ну, блин, и так хорошо. Да, и так хорошо, это... Да, конечно, здесь это же, вы же не женитесь друг на дружке, вы детей не рожаете, просто обсуждаете, что, слушай, давай пока остановим, все. Как-то так. Расскажи, смотри, стратегии, ну, понятно, как можно вести, интересно на самом деле. Есть ли какой-то у тебя, может быть, чек-лист или вебинар или что-то еще, где человек может более подробно ознакомиться? Есть ли у тебя такое? У меня сейчас выходит серия уроков, маленьких видеоуроков как раз-таки на вопрос трафик, как работать с аудиторией, какие соцсети выбрать, то есть маленькие уроки, как раз-таки они будут просто в общем доступе, чтобы любой мог зайти и посмотреть, а я вообще правильно или неправильно делал. Мне нужны соцсети, они нужны, так что... Супер! Это что будет? Это ссылочка на что? Это будет ссылка, потом... Чат-бот? У нас еще пока никуда не залиты, поэтому, наверное, просто на наш Телеграм. Все, на Телеграм. Ребята, ссылочку оставляю в описании, да, переходите, тоже можете познакомиться более подробно именно с точки зрения инструментами, да, как это работает в этом формате. Скажи, пожалуйста, у нас финальный вопрос уже подходит. Книги, которые ты посоветовала бы почитать начинающим предпринимателям, те, кто хочет разобраться в маркетинге. Есть какой-то такой список литературы у тебя? Или как ты училась вот из этого? Ой, слушай, мне так сложно говорить, рекомендовать книги, потому что я никогда не запоминаю авторов. Если нужно, я у себя сделаю... Ну, хотя бы о чем? Все, что касается маркетинга. Если ты предприниматель, нужно все равно изучать маркетинг. Поэтому все, что с названием маркетинг... То есть у меня, например, стоит план. Я каждый месяц пять книг читаю про маркетинга, про клиентов. В месяц? Да, минимум пять книг в месяц. А как ты успеваешь? Нет, очень просто. Если я не успеваю целиком книгу прочитать, у меня есть всякие сервисы, где есть выжимки коротенькие. То есть хотя бы, чтобы просто обновиться. Очень часто я перечитываю одни и те же книги заново, чтобы вот вспомнить. Маркетинг – самая основа. Просто читаем, смотрим, что-то, какие-то фишечки. Истории крупных брендов. Если у вас есть задача вырасти в крупный бренд, то истории крупных брендов читать нужно. Понятно, что оттуда мы инструмент, скорее всего, и не возьмем, но чисто посмотреть, как вот работает мышление у таких больших людей, больших брендов – это очень полезно. А как это? В Google просто находить, там, истории брендов искать? Да, да. У каждого бренда обычно у них там свои книги есть, там, всякие про Макдональдс и так далее, вот что я там читал. У меня просто мало чего в голове задерживается, поэтому всегда в Телеграме себе под каждую книгу делаю выписки. Только у него себя в Телеграме, по-моему, у меня только для команды это дело есть. Для команды, ага. У нас для команды есть такое. Я просто читал как-то Игоря Мана, у него было там пять способов бесплатного продвижения. Да, Игорь Ман, у него очень много книг, это такие настолки, надо читать. Да, я подхожу к Игорю Ману, и я с ним познакомился, говорю, вот я прочитал книгу, какие еще есть, типа, способы, я спрашиваю. Он говорит, а ты что, не внедрил? Я говорю, ничего. Да, вот, это вот тоже. Он говорит, пока это не внедришь, чтобы не разговаривать. Да, мне тоже вот говорят, что почитать? Я говорю, блин, ты сначала внедри то, что вот в общем доступе. Вот сейчас пойду выступать на конференцию, мне тоже говорят, дай какие-нибудь крутые связки необычные. Я говорю, господи, вы обычные внедрите, их так много, вы ничего не делаете. Все ищут волшебную таблетку и кнопочку бабло. Ее нету. Она есть в базовом маркетинге, в обычных каких-то инструментах. Сколько ты зарабатываешь на своей студии? Ах, мало. Мало? Честно, мало, да. Круто, давай. 300-400 тысяч в месяц вот на наших небольших объемах. У нас просто очень низкий чек. Это чистыми ты? Чистыми, да. А, ну и много на команду ходят? Да, да. У меня очень сильная команда, поэтому я прям на ней не жалею. Мне, все мои наставники меня сильно ругают. У меня фото очень большой. Но вот... Но всегда, всегда, когда ты создаешь... В этом плане очень, конечно, инфобизнес отличается от услуг 100%, потому что в инфобизнесе ты не очень много тратишь деньги на какое-то фото, а здесь все равно очень много жрает фотооплата труда. Но это круто, что создается классный проект. Ну, это потихонечку рост, такой медленный, планомерный рост. Но ты так говоришь, что мало, это не мало. Ну, то есть для некоторых людей это прям... Да, но ты же не в Москве живешь, в Уфе это прям... Это очень... Это хорошо, да, это хорошо. А хочется больше? Ну, хочется больше, потому что мои клиенты зарабатывают больше, и поэтому как-то уже... Как-то ты такой, знаешь, своришь. Да. И почему я делаю миллионы, да. Поэтому мы потихонечку растем. То есть вот три года формирования бизнеса я занималась именно структурой, прописанием всех регламентов, чтобы свою какую-то систему продвижения выработать. И вот когда мы были в Дубае в январе, мне даже... Мы там же все выступали, рассказывали про свой бизнес, когда я показала, как работает мое агентство, и что я работаю один день в неделю, даже дяденьки с многомиллиардами, там, не много миллиардами, там, многомиллионным компаниям там у нас были просто за одним столом, они сказали, у тебя структура бизнеса просто круче, чем у нас. Вот. То есть ты масштабироваться можешь очень хорошо. Я могу масштабироваться, и как раз у меня сейчас задача стоит на масштаб. Альбина, а как ты проявляешься? Как у тебя вопрос с проявлением? С проявлением у меня все не очень хорошо, потому что у меня есть соцсети, я, конечно же, их веду, но я веду их чисто как предприниматель. Когда мне нужно получить заявки продажи, я начинаю активничать. Вот мои соцсетеры, вот они. Что, знакомые, да? Знакомые. Все. Если вы... Все, себя увидел. Если вы видите у меня в соцсетях, что я начинаю больше платить, это значит, что мне бабки нужны. Сейчас скоро. Да, да. Мои подыщики так и говорят, о, Альбина появилась, значит, что-то будет продавать. Круто. Слушай, а как тебе вот сам вопрос проявления? Тебе комфортно заявлять о себе, рассказывать? Или ты через силу идешь? Мне стало это комфортно, когда я поработала с коучем, поработала с психологом, потому что на самом деле, вот как мне объясняли, для человека нормально бояться камеры, нормально бояться или тупо себя чувствовать, когда снимаешь сторис, потому что для человека это пока не норма. У нас совсем недавно появилось. И когда я проработал все эти моменты, для меня сейчас выходить в соцсети очень легко. Ну, опять же, это привычка за сколько лет ведения соцсетей, с 2015 года я их веду. Для меня это уже как дышать. Поэтому я всем советую, если вы сейчас боитесь камеры, просто начните каждый день делать. Это будет тупо, это будет стрёмно, это будет смешно. Но с годами вырабатывается навык, и очень кайфово становится. А есть какой-то алгоритм, насколько часто нужно проявляться? И в каких форматах? Или опять же, это идет уже концепция, и за это нужно заплатить? Да. Это зависит от твоих соцсетей, от твоих целей, от твоей стратегии, действительно. Проявляйтесь как хотите на самом деле. Ко мне сейчас приходила на консультацию тоже предпринимательная, говорит, я три года каждый день, каждый день без выходных, без отпуска делаю по 10-15 сторис. Я говорю, зачем? Ну, мне вот когда-то сказали, что обязательно так надо делать. При этом у нее тысяча подписчиков. И просмотры сторис, там, меньше 100 человек. Я говорю, зачем? Офигеть. Ну, зачем? Если тебе это в кайф, окей, делай, да? Вот мне просто ей в кайф покажите. Она говорит, нет, это у меня было как работа, как обязанность. Я говорю, так зачем? Если ты не видишь результаты за этим, зачем тебе это делать? Поэтому у меня есть клиенты, которые вообще не публикуют сторис. Вот ни разу за три года не сняли сторис. А есть, которые прям в кайф каждый день это делают. Альбина, скажи, какая твоя цель глобальная вот такая вот? И где твой Эверест? В чем он заключается? Я пока не знаю на самом деле, где вот самый-самый Эверест. Подыграй мне, подыграй. Подыграть тебе. Я очень хочу стать очень знаменитым СММщиком. Стать, может быть, номер один, такая большая моя цель, мечта. Может, не цель еще пока, мечта, да, голубая. Стать СММщиком номер один в стране. Для чего мне это нужно? Потому что я обожаю соцсети, я обожаю маркетинг в социальных сетях, и мне очень хочется, чтобы люди наконец-то получили правильную информацию про соцсети. Чтобы вот эти вот мифы можно было просто перекрыть. Убрать это искажение. Да, да, да. Альбина, спасибо большое за классный подкаст. У нас финальный вопрос. Мы забираем подарок у нашего гостя и дарим среди наших подписчиков. Какой подарок ты подготовила? Итак, подарок. Кому-то, может быть, повезет. Вот вы попадете ко мне на бесплатную консультацию. Для подписчиков оставим ссылку, можно будет записаться, ставить заявку, созвонимся, и у вас будет целый час сообщения со мной, с маркетологом. Разберем ваши соцсети, поймем, куда... Одна консультация? Нет, зачем? Я каждый месяц сделаю обычно 5-10 бесплатных слотов. То есть оставляйте заявку, мы будем с вами связываться. Если же вдруг, ну, не повезет, бесплатные места закончились, все равно оставляем ссылку на бесплатные уроки, где тоже многие получат для себя пользу. Супер. Ну, давай разыграем тогда три консультации. Три консультации. Да, три консультации. Все, супер. Так, ребята, чтобы поучаствовать в этом конкурсе, ваша задача прямо сейчас поставить лайк этому видео. Спасибо, что посмотрели его до конца уже почти. Подписаться на канал, поставить колокольчик и в комментариях напишите, как вы используете свои социальные сети или как вы планируете использовать свои социальные сети. Какие это социальные сети? Может быть, интересный факт у вас был, что вы там в одноклассниках нашли клиента или то, что вы там, ну, для чего вы это делаете. Самая интересная, необычная, прикольная, забавная история, которую вы напишете про ваше будущее в соцсетях, либо про то, что сейчас с вами происходит, соответственно, среди вас мы разыграем эти три консультации от прекрасной Альбины. Спасибо. Альбин, спасибо большое, что пришла. Меня зовут Алексей Пронягин. Это канал Кто Красавчик. Мы его ведущие Сергей Милославский. И Алексей Пронягин. Ну, конечно же, куда без тебя? Да. Напомню, что в гостях у нас был прекрасный эксперт по СММ Альбина Ахмадулина, которая привлечет вам миллионы подписчиков и принесет вам миллионы рублей. Большое вам спасибо, ребята. Очень классный подкаст. Супер. Я скажу так, что прикольно, что у тебя цены сейчас небольшие, потому что как раз-таки, ребята, вы можете пользоваться, это очень удобно. Да. Очень удобно. Да. Все, спасибо большое. Счастья, здоровья. Всем пока. Кто Красавчик. Подкаст.